Приветствую всех на своем канале, и сегодня я продолжаю делиться советами, как организовать урок на интерактивной доске мира. И сегодня мы рассмотрим, как вводить лексику на онлайн-уроке. И я расскажу три идеи на основах трех тем. Одежда, животные и еда. И в скобках вы можете видеть учебники, на основе которых я готовила эти задания. То есть это все для младших классов, но в целом можно подумать, как переделать это и для взрослых, если есть такая необходимость. Итак, посмотрим на три варианта. Первый классический – это создать флеш-карты. На флеш-картах мы часто пользуемся на обычных уроках. Также такие карточки можно создать и на онлайн-уроке. Далее, в чем плюс онлайна, и за что я очень люблю доску миру, так это за то, что можно создать атмосферу. То есть, например, с детьми всегда очень много тем, такие как животные, одежда, погода. И для этого можно создать целый такой мирок, в котором вы все будете это обсуждать. И последнее. Самый, наверное, простой вариант. Мы просто дополняем учебник и добавляем какие-то интерактивные задания. Теперь давайте перейдем на мира и посмотрим, как же создать такие флеш-карты. Все очень просто. Вам нужно выбрать форму, это может быть прямоугольная или закругленная. Я люблю закругленными углами прямоугольный. Вы делаете его нужного размера. Можете залить подходящим цветом, например, белый. И дальше выбираете картинку. Какую картинку вы можете выбрать? Вы можете выбрать либо в стикерах и набрать, например, нам нужна змея. Набираем snake. Она добавляется. Она уже подходящего размера. И также пишем snake. Нажимаем английскую team. И печатаем snake. Можно выбрать интересный шрифт какой-нибудь. И увеличиваем. Все, наша карточка готова. Также объединяем все элементы, чтобы мы могли двигать нашу карточку. Также картинку можно взять и из icon finder. Следующая же вот у нас крокодил. Мы набираем. И также набираем текст. И объединяем. И третий вариант, откуда мы можем взять картинку, это Google Images. Чтобы нам не открывать дополнительно еще одну вкладку в браузер и в Google или в Яндексе из карточки картинки, можно использовать Google Images и животное, например, лев или тигр. Здесь можно написать и по-русски, и по-английски. Выбираем картинку. Она может получиться слишком большой, не страшно. Делаем чуть меньше. Надеюсь, просто у нас будут реалистичные картинки. Закрепляем. Где найти Google Images? Там уже, где и icon finder и стикеры. Но, возможно, у вас не будет такой вкладки. В таком случае нажимаем Get More Apps, вводим название приложения, нажимаем Get App, Install. И приложение загружено в Apps. Вводим нужный нам запрос, и по клику картинка сразу загружается на доску. Второй вариант – создание атмосферы. Здесь, возможно, займет чуть больше времени. Но оно того стоит. Что нам нужно? У нас, значит, тема одежды. И я подумала, что нам нужен шкаф. Шкаф обычно стоит в спальне. Поэтому нам нужна картинка спальни. Ищем ее в Google Images. Если вдруг у вас не работает, то просто ищите в отдельной вкладке. И, значит, пишем Bedroom. И я обычно пишу Cartoon, чтобы это была нарисованная картинка. Вот, например, у нас та же самая картинка. И можно сделать поменьше. Вот, закрепляем обязательно. Это наш шкафон. И тут, смотрите, тут уже есть шкаф, но нам с ним будет неудобно работать, поэтому ищем еще один шкаф. Я ищу на английском, мне так просто удобнее, даже можно и по-русски все искать. Выбираем нужный нам шкаф. И он у нас с белым фоном. Что нам сделать? Мы скачиваем, нажимаем на Download. И в поисковике ищем удалить фон онлайн. Выбираем любой подходящий редактор. Загружаем нашу фотографию. Можно перетянуть или выбрать с компьютера. Как вам удобнее. Смотрим, все удалилось нормально. Я выбрала, чтобы не белый фон был, а прозрачный. Скачиваем. Возвращаемся на доску. Удаляем ненужную нам картинку. И загружаем новую. Также я просто перетаскиваю загрузок. Но или же вы можете, если у вас так не появилось внизу, то вы можете загрузить My Device. Теперь устанавливаем наш шкаф, чтобы он перекрыл ненужный. И нам шкаф немного большие поля, что нам может быть неудобно. Мы его подрезаем. Все обрезано и ставим. Вот так пойдет. Значит, и нам нужно создать эффект, что одежда вынимается из шкафа. Как мы это делаем? Мы копируем наш шкаф и обрезаем. Например, можно обрезать половинку. Вот так убрать. У нас есть две половинки. Давайте пока так оставим. Теперь нам нужна одежда. Одежду я взяла из флешкарт к учебнику. И нам опять-таки нужно сделать, чтобы они были без фона. Мы делаем скриншоты. И заходим в редактор для удаления фона. И теперь я загружаю нужную мне одежду. Здесь немного будет такая монотонная работа. Весь фон мы удалили. И теперь возвращаемся на нашу доску. Загружаем получившуюся одежду. Я взяла не всю, только несколько примеров. Теперь делаем ее поменьше. И одежда у нас будет располагаться в шкафу. Ее можно немного покрутить, чтобы она как-нибудь выглядывала так необычно. И теперь, смотрите, нам нужно, чтобы шкаф, эту часть закрывала одежду. Поэтому мы переносим ее вперед. И смотрите, что получается. Все, мы закрыли эту часть. Отлично. Теперь на всякий случай вынем одежду и закрепляем шкаф. Объединяем его. И все, одежда ходит и выходит. И также можно закрепить шкаф, блок, чтобы случайно не подвинуть сам же шкаф. Далее создаем карточки с одеждой. Значит, нам надо создать карточки и написать название одежды. Нажимаем Done. И располагаем где хотим. Я вот расположилась внизу и сделаю это поменьше. Карточки также можно закрепить, залочить, как вам удобно. А, и смотрите, так как мы добавили карточки раньше, они выше одежды. Поэтому, если будете перетаскивать, можете, когда перетаскиваете, сделать Bring to front. Так, смотрите внимательно. Да, вот видите, мы делали вперед. И получилось, что даже вторая часть шкафа оказалась ниже. Поэтому будьте внимательны, когда работаете со слоями. Проверяйте на всякий случай. Но это нам легко исправить. Мы просто выбираем шкаф, разъединяем его, выбираем первую часть. Опять-таки вперед ее перетаскиваем. Объединяем две части. Все готово. Смотрим. Да, не задели одежду. Все обратно входит. И также я решила добавить сюда немного загадки и спросить, чья это комната? И как же нам догадаться, чья это комната? Если вы работали по Kidsbox, то вы знаете, что там у нас есть герои игрушек и герои детей. И так как в учебнике урок начинался с того, что здесь у нас комната этого мальчика, забыла, как его зовут, то я решила сделать так, что на доске это будет комната девочки с Юзи. Я нашла опять-таки ее во флешкартах. Сделала скриншот. Удалила фон, скачала и добавила на картинку. И так-то сразу будет понятно, что это комната с Юзи. Поэтому я решила спрятать ее. Как нам это сделать? Для этого мы опять играемся со слоями и все, шкаф и одежду переносить вперед. Значит, делаем, выделяем шкаф вперед. С Юзи вперед, одежду вперед, и также вперед первую часть шкафа. Объединяем, проверяем. Да, все работает. Смотрите, мы все вернули. И теперь прячем нашу с Юзи за шкаф. Вы можете либо сами доставать одежду и спрашивать, что это такое. Либо же вы можете, так как цвета, скорее всего, все знают, можно сказать, take something red. И достает ребенок куртку, вы спрашиваете, what is it? Могут по-русски сказать, могут сказать, I don't know. И вы говорите, it's a jacket. И ставите курточку. Как раз-таки к слову, jacket. И это тоже получается своеобразная флеш-карта. У нас есть и картинка, и слово. Если ребенок вдруг закроет слово, вы можете сами уменьшить юбку и подвинуть так, чтобы было видно все. Переходим к третьему. Здесь было по учебнику GoGetter. Если вы работаете по этому учебнику, то знаете, что всегда вся лексика в таких боксах. И здесь была такая картинка, по которой потом будет аудирование. Но я не захотела сразу по ней работать. Мне захотелось другую картинку общую с едой выбрать. Я нашла в учебнике Метро вот такую прекрасную картинку. Я сделала скриншот. Здесь было еще интересное задание. Надо было найти Марка. Он описывал, что это день рождения, и что он сейчас ест бургер. Поэтому ищем, кто у нас, что ест. Также можно обсудить, у кого какая еда. Здесь у меня ребенок еще не знал continuous, поэтому я предложила использовать have got, has got. He has got, she has got и так далее. Также я решила сохранить задание с днем рождения. Вы можете удалить фон, чтобы было посимпатичнее. Ну и так, в принципе, будет хорошо. И задание я здесь написала на стикере. Далее, чтобы поговорить про еду, я написала список еды, которая будет встречаться еще и в учебнике GoGetter. И спросила, можно ли съесть такую еду. Как раз-таки я могла проверить, знаю, если ребенок эти слова, и нам надо будет учить их заново. Потому что, кстати, еду все хорошо всегда запоминают. Это не самая сложная тема в плане лексики. И я сделала такой список. И я сделала так, чтобы какие-то продукты были, каких-то не было. Любой список еды. Делаете нужный вам размер. И добавляете задание. Можно на стикере, можно нет. И потом мы с учеником обсуждали, ставили крестики. Если было, то соединяли. И дальше мы обсуждали еду, которая была не названа. И ее можно было подписать. Смотрите, здесь можно добавить фон, чтобы наши слова не потерялись. И далее я уже сделала скриншот из учебника GoGetter. Обычно по такой табличке я работаю так, что предлагаю сначала ребенку про себя прочитать те слова и подчеркнуть новые слова. И вы видите, что, например, ребенок читает и подчеркивает Cyril, Ham, Vegetables. И пока он это подчеркивает, вы можете сразу искать, сразу искать картинки. Где угодно. Да, скорее всего, в смайликах это будет дольше, поэтому не советую в смайликах искать лучше Google Images или Wiken Finder. Да, вы видите, подчеркнули Cyril, и вы сразу ищете. Да, бывает, правда, что рисунок будет очень большой, и сразу займет весь экран. И ученики это увидят, но не страшно, вы сразу можете исправить ситуацию. Или вы можете отойти немного вбок и там найти. Да, здесь у нас какие-то картинки, видите, большие получаются, какие-то не очень. Если вы, кстати, будете искать в Icon Finder, то выросли такие огромные картинки будут. Например, можно вот от Cyril, но тут, видите, нет, например, Cyril. Поэтому в Google Images там лучше, что там сразу точно все найдете. Да, вот Ham, например, смотрите, сразу маленькая. Например, там Tuna. Вот, и в целом это все, что я хотела сегодня рассказать. Вот такие три идеи у нас получилось, как ввести лексику на онлайн-уроке. На самом деле, не слишком отличается по методике от оффлайн-уроков. Вы также можете играть с флеш-картами, также можете обсуждать картинки. И в онлайне хорошо, что вы сразу можете найти много подходящих картинок. Не надо переводить на русский язык. Сразу изображение, и все готово. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментарии. Также, если вам было полезно это видео, ставьте лайк и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И оставайтесь на канале, здесь я делюсь классными советами по онлайн-урокам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!